Итак, дорогие друзья, буду говорить спокойно, больше для участников школы. Мы поговорим сейчас о путях изучения программирования. Вот я покажу свое видение, как мы будем делать. Итак, если мы посмотрим в школе, то видим, что вход в языки мы начали с функций. Практически большое количество уроков, больше 8 часов мы разбирались в функциях Python всего с двумя вещами. То есть работали с параметрами и вызовами всего лишь. Почему начали с функций? Хотя до этого я давал языки по-разному. Много лет я обучаю программированию. Давал по примеру, как по методике Лутца. Она неэффективна. Это как дают большинство школ. Это сначала типы данных, потом то, то, то. И потом в голове разброс. Человек открывает реальную библиотеку, начинает писать. И оказывается, он понимает, что он вообще ничего не может написать. Потом в группе, когда я занимался с ребятами, как-то вот так отдельно подсказывал. Всегда направлял на функции. И прислал к тому, что работать надо с функцией. Ну вот, давайте поговорим вот о чем. Поэтому мы начали с функций. Здесь простое правило. Если хочешь водить в машину, бери, доводи. Почему мы начали с функций? Я объясню очень просто. Ребят, какой бы вы код ни открыли, весь код будет писаться либо на функциях, либо на классах. А в классах методы это те же функции, только там с одним аргументом. Но все правила для индейства как для функций. То есть, по сути дела, первое, что нам надо, это изучить функции. Я вас попрошу записать. То есть, когда вы будете проходить вот эти вот уроки по функциям, очень важно, чтобы у вас произошли следующие три вещи. Считание, считывание параметров на автомате. То есть, когда вы просто глянете на параметры, вы не должны задумываться. Вы должны сразу уже четко понимать, где позиционные, по позиции, где по ключевому слову, как они вызываются, то есть считать моментально. Это не должно происходить хоть какое-либо было размышление, хоть секундное. Это будет неправильно. Как этого добиться, я показал. Все очень просто. Я все то, что говорю, я включу в описание. Вот это видео. 250 строк кода в день. Сейчас я скопирую. Второй момент. Это вызов функции без размышления. То есть, вы должны четко знать, как вызывать функцию. Иными словами, как это объяснить проще? Для этого есть третий пункт. У вас, вы должны четко понимать, если вы неправильно вызовете, какое будет исключение. Их там немного. Возьмем, допустим, пример. Я уже не раз говорил. MyDash. Вот в данном случае я вижу, что у меня два обязательных позиционных параметра, один необязательный. Если я в данном случае вызову функцию, не укажу обязательный параметр, что я получу за исключение. Правильно, отсутствует один обязательный аргумент. Потому что аргумент передается. Я выбираю, вызываю и получаю. То есть, вот это сообщение у вас может быть после прохождения этого материала, только как, ну, не досмотрели. Грубо говоря, спешили, ели там бутерброд, писали код и так. Но не по-осознанному. И вот такой вещи, что получив такое сообщение, и вы лезете еще в Google, ребят, это считайте все. Это считайте время потрачено зря. Такого не может быть. Это страшнейшая вещь. Вот поэтому я и сделал эти уроки очень подробно. Посему говорю, не торопитесь. Пишите, пишите код. Получайте, мы здесь исключения получали, и все, 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 все. Но вы должны, посмотрели, а, понятно, бац, исправили, все. Но лезть в Google, и потом, после, допустим, вы считаете, там вы прошли функцию, и вы вдруг, или вы лезете просто сейчас, вот вы начали программировать, получили, и лезете, что это такое? Вот это все люди, которые функции, да, прохлопали. Грубо говоря, они их, так, прошли там что-то, функцию, да, вот функцию написали, а мы нашли 8 часов. Почему мы так делали, ребят? Потому что, любая программа, если взять языки, Python, Kotlin, GC, пишется на функциях, либо на классах. В классах методы, это тоже функции. То есть, это значит что? Это значит функции, должны быть у нас от и до. Это вы себе запомнили, это дают эти уроки. Теперь следующий момент. Почему мы заострялись на параметрах и на вызове? Потому что у вас появляется поле для размышления. Ведь на самом деле, когда вы даже это проходите, вы начинаете наконец-то понимать, что у вас появляются ключи для размышления. Сколько параметров поставят, какие это будут параметры, именованные или там позиционные. То есть, вы начинаете размышлять. Если вы не понимаете, или просто пролетели, то вопрос, а чем вы будете размышлять? Ничем, ребята. Иными словами, мы дальше начинаем двигаться в программировании и с постоянным ручником на седьмом щелчке. То есть, чуть двигаясь. Так нельзя делать. Поэтому функция должна быть от и до. То, что мы и начали делать. Теперь по поводу, почему я пишу это видео. Потому что оно может перекликаться с другими видео, но это неплохо. Чем больше посмотреть, тем лучше будет. Почему? Потому что все зависит от того, скорость изучения языка, насколько человек понимает, что и зачем он будет учить. Я знаю, что сейчас куча возгрозит. Ну как я новичок? Как я новичок буду? А нахрена я тогда, извините меня, а зачем я тогда распинаюсь? Такие видео пишу. Я и пишу такие видео, чтобы человек для себя прокрутил и сообразил. Ага, вот. Функции мне надо. Функции сейчас. А зачем мне функции? А потому что все программы пишутся на функции. А потому что в классах как я буду выражать логику? При помощи методов. А это тоже функции. Значит, если я буду профессионально знать функции, профессионально, уроки составлены таким образом, что новичок приходит, делая урок за уроком, делает домашнее задание, как указал в видео, до 250 строк кода в день, я показал, это не сложно. Я пока домашнее задание там готовил, больше написал. То он становится профессионалом. Он просто это не заучит, он это начинает понимать. Как воздух. А вот теперь дальше идем. То есть определились. Функции для нас основное. Хорошо, начали изучать язык. Я бы хотел проговорить концепцию. А вот почему я так даю язык? А давайте вот посмотрим сайт Python или любой другой сайт. Ну, лучше Python, потому что он самый большой, да? Допустим, тоже кодлин, но очень там маленькая документация, но в принципе ее хватает, да? Но если мы начнем здесь копаться, то тут столько всего, да? И что новичок делает? Вот что, допустим, да, он проходит учебник. Что будет происходить? Ничего не будет происходить. Ребят, подумайте, вот как устроен человек? В первую очередь кость. Вспомните, в жизни вот у вас было тысяча ситуаций, когда вы что-то хотели разобраться, вы всегда стараетесь уловить основной смысл, чтобы понять, а в чем же смысл того или иного, той или иной работы. Как только поняли смысл, все остальное уже набирается, да, там по ходу. Абсолютно верно. То же самое и здесь. Ребят, запомните простое правило, вот к которому я пришел через вот столько вот лет. Не важно, что есть в языке. Важно, какой код вы собираетесь писать. Например, 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 чтобы не терять мысль. Например, сейчас вот я сюда перейду. Нас же интересует правильное написание кода, красивое, грамотное. Значит, правильно учиться у кого? У профессионала. Вот один из проектов, который мне очень нравится, это человек, здесь и вы можете участвовать, если хотите, со временем. Это личный проект одного из разработчиков, одного из разработчиков Джанго. Человека, который компетентен во всех частях Джанго. А Джанго-код даже смотреть там, смотришь, я вот показывал ребятам, очень сложный, все на метаклассах. Но тем не менее, к этому придем. Возьмем, но этот проект развивается, только возьмем исходный код, возьмем СРС. СРС. Это нет, 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 не то, что я хотел взять. КОНТРИП, не то. Так, секунду, сейчас я посмотрю. КОНТРИП, КОНТРИП, ядро, вот, ТОГО, да, это сам продукт. Ну, допустим, берем, первое, во-первых, мы смотрим, как человек пакует каталоги, да, дальше, смотрим, как он пишет, это все мы будем проходить, то есть, как он составляет функции, как располагает код, да, то есть, все очень читаемо, очень четко, очень просто, что указывает, да, то есть, сразу видно методика, что есть абстракция, сначала базовые классы, а потом пошли, погнали, да, какие параметры при этом указывает, да, то есть, то, что вообще может быть необходимо в проекте. Это под наблюдением пишется Кейта Майги, здесь работают ребята, но тем не менее, вот так вот можно понять, как правильно писать код, вот именно стиль написания, потому что здесь они красиво, грамотно и четко. Ладненько. Пойдем дальше. У нас есть два пути дальнейшего развития, то есть, по сути дела, мы, что прошли, мы не проходили еще, нутро функции, да, там, конструкции if, else, чуэкзепт, это все будет в разделе разработка, потому что, далее идти, да, у нас есть два пути движения. Первый путь, мы с одной стороны можем сейчас проходить типы данных Python, давайте размышлять, как, вот есть задача, функции, она пи выражается при помощи определенных типов данных, да, то есть, при помощи там списков, словарей и так далее, но тем не менее, мы с вами много касались типы данных, пока не изучая их, отложили на позже, потому что они, в принципе, интуитивны. Я хотел бы, мог бы этим путем пойти, типы данных, но я бы не достиг одной цели. Во-первых, мне надо, чтобы вы себе создали, как тут правильно выразиться, порог важности, понимаете, вот когда человек начинает, и это сплошь и рядом, изучать язык, и открывает первый лист, и читает там строка, вот он проходит типы данных, у него крутится мысль, а когда я буду писать, а потом он думает, а нафига мне вообще эти типы данных нужно, понимаете, потому что у него нет мостика, он не допирает, а нафига они ему нужны, а когда мы начали работать с функциями, а мы с вами, когда изучали функцию, уже на интуитивном уровне, все равно использовали переменные, и такие типы данных, как строка, они нам интуитивно понятны, и у нас сразу снимается вопрос, зачем, потому что мы, изучая, уже понимаем логику, что надо выражать при помощи чего-то, и это строки, списки, тем более я объяснял, и так далее, и у нас, у человека, который изучает эти уроки, у него, соответственно, формируется нормальное понимание, ага, мне надо еще изучить типы данных, то есть, вот это зачем стало на место, в отличие от того, когда человек начинает открывать, допустим, там книгу и читает, вот есть строки, а он думает, а нафига мне это все нужно, как я это буду использовать, и мы сразу снимаем вопрос, то есть, который у новичков возникает, да, вот человек начинает там открывать книгу, как я говорил, и начинает там типы данных, то, то, понимаете, вопрос, то, когда я буду писать, у него в голове крутится, и он на него не может ответить, а начав с функцией, мы сразу, человек понимает, что он уже пишет, функция это действие, и он уже пишет эти функции, то есть, он пишет уже сейчас, в первых шагах, а не учится писать, и он четко понимает, что это ему надо сделать, как я говорил, таким образом, и чтобы, как мы взяли три правила, параметры изучили, как это должно выглядеть для него, я это много останавливался в уроках, поэтому типы данных мы опять немножко отложим, а мы сейчас подключим два языка, то есть, то же самое, что прошли по Python функции, пройдем еще два языка, Kotlin и GC, и вы увидите, что на самом деле, самые сложные функции, это в Python, да, в Kotlin и в GC, они намного проще, поэтому, я и наставил на том, чтобы исключительно был изучен один язык, все остальное будет в сравнении, вот когда мы подключим два языка, вы начнете видеть первые чудеса, наш мозг устроен так, что мы все понимаем в сравнении, ребят, согласитесь, да, заходим с холода на улицу, тепло, да, трогаем батарею теплое, и в жизни своей следите, да, все познается в сравнении, вот то же самое вы увидите на языках, то есть, каждый язык будет вытягивать, при этом, как я показывал, мы изучали, когда функции Python, а изучали мы много уроков, вот только начинали, когда изучать, все, много уроков изучали, и при этом, у нас было основное, это параметры и вызов, если мы возьмем, когда ли вы увидите язык программирования GC, и язык программирования Kotlin, то там тоже будут параметры и вызов, то есть, ничего не изменится, изменится только синтаксис, как записать, но это не составляет проблем, смысл основной, мы уже знаем, значит, мы себе отвечаем на вопрос, оказывается, язык не является преградой дальше, оказывается, мы отвечаем на вопрос, что мы можем писать, понимая работу функции, абсолютно на любом языке, нам уже не надо затрачивать столько времени, которое мы уже инвестировали, не затратили, инвестировали, но это еще не все, то есть, опять это идет подготовка, я хочу, чтобы вы начали мыслить, именно на сравнениях, потому что это и даст, вам сильный, быстрейшее развитие вообще в программировании, по сути дела, мы готовим фуллстек разработчика, вот я себе представил, если бы мне сказали, задачу, которую я перед собой ставил, надо подготовить фуллстек разработчика, по сути дела, такого человека, которому дать основы, вот сказали, надо дать такое, вот мы не знаем, с чем человек будет работать, может быть с искусственным интеллектом, может быть с веб, есть ли такое, что является стержнем, корнем, я скажу, да, есть, и я это могу дать, то есть мы берем корень, вот когда мы пройдем функции Kotlin и функции Python, опять же, вот эту сердцевину, да, из чего делаются программы, вот тогда у нас, у нас уже точно будет сформировано, так как мы используем интуитивно понятное, что есть строки, есть списки, есть так далее, в Kotlin там массивы, но мы четко понимаем, их надо нам изучить, то есть у нас зреет вот эта почва, да, что это надо мне, и я знаю зачем, кроме этого, кроме этого, зачем мы все это делаем, ведь нам надо убить второго зайца, нам надо точно знать, что мы собираемся писать в объектно-ориентированном стиле, то есть ООП, и если мы открываем абсолютно любой класс, класс и питон, да, то мы видим опять знакомое нам слово DEV, да, то есть ключевое слово DEV, которое обозначает функцию, если мы открываем класс Kotlin, то опять же мы начинаем видеть переменные, мы начинаем видеть FAN, да, опять функции в классах, если мы открываем классы GC, на Mozilla, то опять мы видим, как Kotlin варваль, и при этом, если мы начинаем макать дальше, то опять видим знакомое нам FAN, FAN, везде опять функции, FAN, FAN, то есть иными словами, функции в классе называются методами, допустим в Python, просто они имеют один обязательный аргумент, мы с вами даже уже рассмотрели это, когда рассматривали форматирование строк, да, так вот, мы отвечаем себе на вопрос, изучив как надо функции, мы пишем уже, и при этом у нас в кармане становятся классы, давайте подумаем, а вот что надо, чтобы реально писать на классах, и надо ли классы, впоследствии же мы будем работать на Django и ноды, GC для нас это нода, ноды, и если мы, допустим, открываем ноды, вот, да, то мы видим опять, класс, класс, и дальше пошли методы, и дальше, если мы начинаем смотреть те же примеры, то мы смотрим, то есть, как все устроено, по сути дела, ну, здесь видим константы, все правильно, ну, значит, более удобный пример сейчас просто найдем, да, вот смотрим, тут же такое, как и в Kotlin, встроенные функции, маленькие, потом большие, принцип верблюза, да, то есть, опять видим методы, 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 то есть, функции, и считывание их, у нас, к тому времени, как мы придем к тому же нода, не вызовет проблем, иными словами, для того, чтобы мы могли нормально работать в ООП, первое, что нам надо, это опять отработать функции, мы с ними до ООП уже отработаем, и по сути дела, когда мы придем к ООП, у нас будет, уже понятие, то есть, метод, нам только надо будет писать, к тому времени, после, как мы сейчас пройдем функции, добавим Kotlin GC, мы переключимся сначала на типы данных, все остальное, импорты, это уже будет, естественно, подключаться, например, как в последнем уроке, в последнем уроке, мы изучали, допустим, строковые шаблоны, и проходили импорт, он просто встроился, и стал абсолютно понятен, что после слов, что это библиотека Python, ее надо импортировать, нам всего лишь from import string template, то есть, сейчас вам ни о чем это не говорит, а ребятам школы говорят, я просто хочу выразить такую мысль, что многие вещи, когда есть кости, они становятся как бы, встраиваются как пазл, то есть, для них не надо там, какого-то особого разъяснения, оно встраивается, потому что это так и есть, так и есть, почему, потому что если какой-то объект находится в одной папке, какой-то в другой, то, наверное, в эту папку надо, по крайней мере, указать путь, поэтому все логически, так вот, так вот, когда мы изучим функции, у нас уже получается, что само написание классов у нас в кармане, так как логику классов мы будем описывать при помощи функций, если вот мышь, сама концепция, вот я тут быстро ссылку любую нашел, и просто мне тут, чтобы в Википедии не искать, вот, тут уже человек до меня нашел, вот, допустим, открываем там, объектно-ориентированное программирование, и по сути дела, само понятие объектно-ориентированного программирования, оно одинаково для всех же языков, почему? Потому что оно живет само по себе. Дальше, само понятие наследования, которым будем изучать, инкапсуляция, абстракция, и так далее, оно тоже, эти понятия живут сами по себе. Самое широкое применение имеет Python, поэтому его стоит изучать первым. Строгое, но практически все имеет Kotlin. GC тоже имеет все принципы ООП. То есть, опять, по сути дела, начиная с Python, концепцию можно пройти, ну, пусть там, две недели, да, по сути дела. Потому что, само по себе, понимание наследования, оно кода не дает. Оно дает понимание, как мы можем написать наш класс. А, в любом случае, при помощи методов, то есть, тех же функций, мы пишем нашу логику. Значит, давайте мы сформулируем себе, задачу поставим, а как же нам изучить ООП для практики? во-первых, давайте вот одну из моих любимых будем применять. Я подумал, мы примеры на Kiwi напишем. давайте Kiwi откроем, на Kiwi, да, на Python. там интересные есть вещи, много примеров. На Kiwi, да, это, вот документация. Ну, вот возьмем слой, и мы видим определенное название, Uncle Layout, Box Layout, Flat Layout, то есть, ну, грубо говоря, как отображать на экране, да, но тем не менее, что мы видим, это у нас классы. Правильно? Правильно. Все эти классы имеют определенные методы, и при помощи методов, то есть, функций, мы будем все это отображать. Значит, в классах все-таки самая важная логика, второе по важности, и это тоже была ошибка, я наблюдал ее много лет, пока вот не понял, как ее исправить. Что делает человек, как правило? Человек, как правило, изучает наследование, вот он понял все это, изучает, там, ну, все эти вещи, наследование, полиморфизм, в общем, все, что присуще классам, но это не дает ему письмо писать. Это он просто понимает принцип, да, но писать не дает. А что же дает писать? В ООП дают писать две вещи, на самом деле. Запомнили, первая мы функция, вторая концепция, дальше. Это магические методы и конструкции. Сейчас я поясню, что это такое. Магические методы, это берем в Python. Мы как раз опять изучая класс, в последнем уроке, мы их коснулись. Мы их уже коснулись, и в принципе, себе ответили на вопрос, как с ними работать, то есть мы их коснулись, и поработали даже с несколькими, и поняли, что по сути дела, сложного здесь ничего нет. Потому что мы с вами рассматривали вообще форматирование строк, но тем не менее, просто как пример показали, что оно работает и на классах. Создали первый класс, и объяснили его. И объяснили его, просмотрите уроки, все поймете. И оказалось, что нам просто надо знать всего лишь здесь одну вещь, что для этих методов, допустим, я ниже не подчеркиваю, нужно только его участие. Нам не надо его не объявлять, ничего, просто есть участие, и происходит определенное действие. В данном случае, давайте, если кто собрал этот пример, смотрит, вот этот код, который может быть новичку, кажется совсем непонятным, он на самом деле очень простой. Есть определенный класс, когда мы хотим в классе определить какие-то свойства изначально. И чтобы, когда мы будем создавать от этого класса другие классы, эти свойства точно передавались. Вот мы используем конструктор init, а что говорит, что это магический класс или метод перезагрузки оператору, как говорится, перезагрузки, это значит, вызывается автоматически, это два нижних подчеркивания впереди, два нижних подчеркивания за ним. А init, мы просто разбираемся, что такое init. это метод перезагрузки, метод перезагрузки, операция перезагрузки, иными словами, это конструктор. А что такое конструктор, какая его цель? А это та цель, что если мы классу холидей решили присвоить определенные параметры сразу и написали через init, то теперь, при создании каждого нового класса, init будет отрабатывать автоматически, что мы и увидели, когда вызывали, да, то есть проверяли help, holiday, и мы init, инициализация, да, и то есть прошло автоматическая инициализация класса, и мы можем не переживать, что данные параметры будут передаваться во все наследуемые наши классы. Здесь, на самом деле, я сейчас не хочу останавливаться, заложен очень большой смысл, на который, допустим, я видел, ребята пишут целые библиотеки, целые библиотеки в Киеве, да, вот я видел такие способности, но это все позже. Сейчас немножко о другом. То есть, по сути дела, имея магические методы, да, которые работают в классе, их не так много, мы уже можем создавать логику, если к магическим методам прибавить типы данных, ну, например, давайте вот такое простое возьмем, вот, каждый ходит в магазин, вы взяли список, где написали хлеб, мука, там, колбаса, то для компьютера есть тоже для Python тот же список, да, где тоже можно вписать хлеб, хлеб, колбаса, молоко, и уже ребята, которые делали уроки, они скажут, написано уже неправильно, потому что это могут быть строками правильно, правильно, то есть строками, да, все как в аналогии с жизнью, если в руках, идя в магазин, вы держите бумажный список, в котором написано хлеб, колбаса, молоко, то для того, чтобы передать это компьютеру, есть тоже в Python тип список, который обозначается квадратными скобками, и в который можно вписать, если мы хотим, как строки, то есть, это значит, двойные или динарные кавычки, мы тоже вписываем. если в бумажном списке вы можете зачеркнуть слово, например, молоко, мы зачеркиваем, а вместо молока пишем кефир, да, то здесь, наверное, тоже есть такое, правильно есть, здесь при помощи определенных методов, которые доступны, опять же, это те же функции, да, мы можем добавить, удалить элемент, дописать новый, и так далее, и так далее, то есть, по сути дела, аналогия жизни не меняется, но если мы вот дальше изучаем вот эти данные, то и изучаем магические методы, да, потому что большинство людей думают, а нафига они нужны, но тем не менее, я уже это проговорил, и дальше мы на этом остановимся, магический метод, ну, это так называют, вообще, это методы перезагрузки операторов, его не надо вызывать, то есть, в коде достаточно его просто участия, если мы написали метод с двумя нижними подчерками, то он уже для нас что-то сделает, и здесь вот я приводил, допустим, пример, есть STR, и есть ARPY метод, то на самом деле, на самом деле, если посмотреть, чем отличается CTR метода, то мы опять мы опять увидим, опять увидим кучу страниц, где люди пытаются разобраться, да, и при этом настолько иногда друг друга запутывают, что просто жуть, а разбираться то не в чем, ребят, не в чем, да, тут в данном случае документации просто отражено не очень-то правильно, но я показал в три строки, когда, допустим, вот я написал привет Валера, буквочка N это экранирование в Python, то есть, когда мы хотим совершить внутри строки некое действие, в данном случае SLASH и N это перенос на другую строку, так вот, мы видим CTR действительно перенес на другую строку, а когда мы применили метод RPA, то он отразил сырую строку с той же буквочкой N и сразу становится понятно, как его применять, по сути дела, если мы пишем программу, пишем программу и у нас есть определенный момент, да, когда с одной стороны мы должны показать людям, то есть CTR, да, формат, который в принципе читаем для людей, ну, удобно перенесено на другую строку, а с другой стороны программа должна пойти дальше, поэтому применяем, допустим, вот этот метод ставим API, да, и код дальше транслируется сырой строкой, то есть как мы его и вписали, именно в данном случае с экраном, да, экранированием, зачем мы это делаем, это сейчас экранирование простой, код может быть сложнее, а мы убеждаемся, что мы выводим вот такую чистую, что дальше код будет работать без ошибок, потому что мы захотели и вывести людям, например, и пойти дальше программу, если другой вариант, но оказалось, что мы вроде вывели людям, а программа дальше не идет, вызывает исключения, поэтому мы чтобы убедиться, как есть, выставляем код, и ага, дальше пошла работа, значит все у нас окей, то есть поняли, на самом деле это объяснять нечего, сырая строка, а видите, люди настолько иногда не могут разобраться, в этом не их вина, я тоже много не понимал, со временем все приходит, конечно, но с другой стороны это требует изучения, ребят, чтобы не было этих вопросов, то есть поняли, да, есть определенные методы, а в других языках есть встроенные методы, и так далее, и так далее, и следующее основное, которое идет для всех языков, чтобы писать на УП, это я так называю конструкции, да, наверное, это только мое понятие, потому что, ну я скажу, что я под ним понимаю, но вы меня, я думаю, поймете. Начну сдалека, вот открыл Панда, специальный исходный код, то, что нам тоже будет интересовать, просто это очень интересная библиотека, которая написана довольно круто, да, тут тоже можно многому чему научиться, так, чтобы мне ее не потерять. Ребят, начну сдалека, и так, смотрите, когда человек, просто прослушайте, возможно, это немножко скучновато, но это мы есть доказательства, когда человек пишет в пределах функций, да, в пределах класса одного функций, неважно, но пишет код, где он понимает, какое действие должно произойти вот именно сейчас, и человек вот учится, пишет, пишет, и что у него происходит? У него происходит, он уже начинает хорошо писать, а потом он не знает, что делать дальше, то есть надо переходить на следующий уровень, а что для этого уровня надо, он не понимает, а на самом деле все банально просто, ответ вот здесь и есть, конструкции ООП, и паттерны, не или паттерны, паттерны, по сути дела, сейчас поясню, паттерны для облегчения, иными словами, паттерн это шаблон, да, то есть люди придумывают шаблон, допустим, Django модель представления контролера, то есть это есть шаблон, вот так вот устроены данные фреймворк, да, фреймворк это заготовки, значит, но ведь этих конструкций больше, есть миксинг, есть декорактор, есть абстрактные классы, интерфейсы, я проводил в школе эксперимент, и он был очень успешным, а получился эксперимент благодаря естественной работе еще в старой школе Сергея Осадчева, мы в дальнейшем полтора месяца разбирали всего одну тему, отличие абстрактных классов от интерфейсов, это занимает где-то полстраницы на страницах интернета, да, но мы нашли полтора месяца, правильно, я посмотрел, Сережа писал уже код, хорошо, в пределах класса, функции, все быстро, а потом говорит, а что дальше делать, ведь мир такой большой, и вот здесь требуется перестроение мышления, когда я ему сказал изучай паттерны, он начал забросил, правильно, потом я ему предложил, давай напишем какой-то завод, но мне же надо как-то привести человека к тому, чтобы он начал как-то интересоваться абстракцией, он на том этапе абстракцию вообще откидывал, вообще откидывал, а зачем она нужна, полтора месяца я ему задавал один и тот же вопрос, так чем все-таки отличается абстрактный класс от интерфейса, долго мы копались, но докопались, в результате на паттерне, потом на шаблоне, да, я задал задание описать улицу Витебска, и после вот этих занятий многие ребята начали присылать домашние задания, и все сделали грамотно, то есть улица, город, для них стало описать в языке это легко, то есть они уже не видели свою жизнь без абстракции, но чтобы это начало происходить, чтобы это начало происходить, а вот тогда они уже начали присылать, да, а не, это Игорь, так, ладно, не буду сейчас искать, это не так важно в данный момент, вот эти конструкции на самом деле, чтобы работать, допустим, чтобы понимать, что дает абстракция, и чем отличается от интерфейса, что такое миксинг, что такое декоратор, сначала надо знать, что это такое, потом надо знать, по крайней мере, как он записывается, потом надо знать, как он применяется, но для этого надо ведь уроки, для этого надо знание, понимаете, вот тогда, когда появляются вот эти понятия, вы становитесь, у вас другое мышление, то есть вы сначала мыслите, как построить приложение, а потом то, что вы раньше делали, занимались в языке с этими, с типами данных, вы начинаете при помощи этого уже писать логику, то есть у вас подключается второй тип мышления, но чтобы это мышление появилось, по минимуму надо хотя бы с десяток, с пятнадцать изучить конструкции основных, которые есть во всех языках, например, ту же абстракцию ее применения, да, и тогда становится все на свои места, да, вот я случайно открыл, вот потом у Сергея, когда мы начали, и то это еще не все, то есть начал завод, там миксины, я вижу декораторы, общее понимание, центр, то есть когда он понял, помнил, миксины, все, понесло его, на самом деле на любом из этих конструкций, которые изучить досконально, да, можно выстроить целые приложения, но надо знать хотя бы несколько, хотя бы несколько, но знать досконально, потому что опять появляется то, чем размышлять, если мы планируем, вот подумайте, вот у вас есть цех, да, вот вы можете сходу сказать, у вас есть цех, где 800 станков, где есть куча оборудования, и при этом вам надо его описать, стройно, понятный, вместить все, и вы знаете, что большинство людей начинает писать классы, вы же не описываете каждый станок, ну, на каждый станок, и вот тут на помощь приходит что? интерфейс, то есть по сути дела класс абстрактный, без ничего, который может соединить, допустим, станок, он относится к этому, а на стене будет висеть форма, которая совершенно к другому цеху относится, ну, то есть где она получалась, где человек вешает, там есть в цехе раздевалка, есть душ, который относится, допустим, к цеху, но это душ, это не производство, но это условие уже, да, и вот тут интерфейс нам приходит на помощь, потому что он может объединить и душ, и цех в одну структурную единицу, иными словами мы понимаем, что ага, мы пишем интерфейс, чтобы собрать, чтобы потом у себя в классах указать, что действительно эта душевая относится вот к этому или к этим цехам завода, что это не отдельная единица, а имеет отношение, пусть она в производстве со мной не участвует, но она относится, ладно, сейчас это я не буду заострять внимание, просто заострю внимание, моя задача была показать, что есть всего несколько пунктов, чтобы писать на ООП, надо всего лишь несколько вещей, сосредоточить свое внимание, все остальное подтянется, давайте их снова перечислим, первое, методы, при помощи которых выражается логика, это те же функции, почему отвечаю на вопрос, зачем мы проходили функции, для того, чтобы реально писать код и логику, сама логика выражается, функция закладывается при помощи типов данных, которые мы с вами будем изучать и будем изучать подробно, то есть выражается, если как мы говорили в примере, что мы идем в магазин, у нас есть бумажный список, в котором написано молоко, купить хлеб и так далее, то в языке программирования, в Python, список так и называется, там в Kotlin будет массив, допустим, массив это также, считайте, взяли коробку, покидали туда шарики, вот вам массив, где можно, вы знаете, что шарики в этой коробке и вы можете любой шарик достать, оттуда вы знаете, где он находится, а по сути дела, если брать программирование, то место распределяется очень четко и всегда, грубо говоря, ясны координаты, где что находится, просто как где посчитали разработчики удобнее, но тем не менее, при помощи таких вот типов данных мы начинаем закладывать, понятно, что если нам надо разместить целый большой список, мы используем, допустим, список, только помечаем его, обозначаем квадратными скобками и можем там добавлять все, что мы хотим, дальше, мы убедили, что функция и есть основа программ, и мы не учимся писать, а мы сразу пишем, потому что, изучая функции, мы приобретаем все нужные навыки и сразу пишем, не потом, а сейчас, дальше мы понимаем, что нам надо писать в объектно-ориентированном стиле, потому что языки, которые мы изучаем, это G, C, Kotlin и Python, они все имеют объектно-ориентированное программирование и все концепции основные у них реализованы, да, а в Python вообще все реализовано, что только может мечтать вообще другие все языки, поэтому, изучив концепции, мы получаем подход в общем ко всем языкам, дальше мы изучаем определенные магические методы, о которых мы говорили, это в Python, в других языках это встроенный класс или встроенные методы, и следующий, последний пункт, это конструкции ООП или шаблоны, да, шаблоны проектирования приложений, но что нас интересует на самом деле, нас не интересует, что вот он шаблон, нас интересует конкретный объект, допустим, миксер, а больше нас будет интересовать, что это, как оно применяется, зачем оно, в каких случаях применяется, как оно записывается, когда его выгодно применить, то есть этим мы приобретаем мышление и иными словами, смотря на ту же улицу, мы начинаем соображать, что оказывается, как мы начнем с австрактового класса или начнем с интерфейса, как мы будем описывать дома и подумаем, но если на улице, на праздник надо добавить флаги, то в принципе это можно написать при помощи миксина, то есть добавив главную запись миксина, она будет дальше во всех классах транслироваться, либо в классы, которые нам нужно тоже добавить, всего лишь написав где-то отдельно один код по добавлению флагов, а потом сам класс добавляя в те классы, которые нужно, всего лишь одной строкой, на этом я заканчиваю, у меня сейчас не было цели чему-то научить, я просто транслировал свое рассуждение, чтоб вы вот задумались о том, о чем я говорил, на самом деле я показал кость языка, да, где начал с функции, мы приходим к нормальному написанию кода на ООП, все остальное к нам прибавляется, иными словами, заканчиваю мысль концепции, которую я говорил, не важно все, что есть в языке, важно то, что вы будете писать, все остальное вам будет необходимо просто по необходимости, итак, сайт spb-tut.ru пользуйтесь путеводителем, есть путеводитель, где в принципе отмечаются все основные вехи, что делать, спасибо,